Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Надо внимательно слушать, как нам, что кто говорит где-то. А принять или не принять, от нас зависеть. Вот было предложение создать эту тему. Я каждый раз напоминаю, вы видите на меня этих людей. Их Колесникова, Николая и Анна. И они прямо составили какую тему. Читай. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. Ну, какой номер пропустили? Номер 17. Уже 17. То есть мы ни одного дня не пропустили. Две недели назад, с воскресенья, в начале. И какое сегодня число? 29 декабря. Вот и будут сегодня дополнительные объявления. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, Одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаемые ответы к вопрошателям. Теперь видны на нашем видеоканале. То есть я сам не работаю ВКонтакте, а модераторы там находят. Дальше я расскажу, как они заносят на наш форум. Приносят на форум. Даже я сейчас покажу, дополнительный где. Ну, вот так вот в плюс ткнул. Вот Яндекс. Я открываю Яндекс. Ну, любое. Гугл откройте. Ну, здесь вот заряди. Форум Игнатий Лапкин. Это Никита Коресников. Помогает. Володя снимает. Все, вот оно уже все. Игнатий, а тут она выкинула Игнатий Лапкин. Вот он, православный форум Игнатия Лапкина во свете Библии. Уже сразу мы нашли его. Теперь только ткнул. Ну, нажать. Вот, православный форум Игнатия Лапкина. Вот тут вступление какое у нас есть. И тут главная страница. Перейти на форум. Зарегистрироваться здесь вот с левой стороны. Регистрация очень простая. Это тем, кто хочет писать. Чтобы на форум приходите. Скажите всем, которые с контактов. Я не бываю там. Модераторы не всегда могут. Каждый на работе где-то. Ну, теперь более удобно. Тема создана. Люди помогли создать. А я их не знаю даже где. Мы не знаем, где дух дышит, где хочет, через кого. Вот я нажал ее. Перешли на форум. Воззять. Даются оглавления. Темы. Что тут написано. Считать всем регистрирующимся. Система антиспама на форуме. Ну, тут даже видно, что тут. Вопросы по писанию. Дальше что тут. Какие темы у нас? Общие вопросы. Социальные вопросы. Вопросы Игнатия Тихоновича Лапкину. И ответы на них Игнатия. Дальше. Кто и как нашел Господа. Расскажите о себе. Дальше. Аудио проповеди Игла. Новый Завет. Слушать, читать, скачать бесплатно в МП3. Песни на стихи Игнатия Тихоновича Лапкина. Видео проповеди Игнатия Лапкина. Другие видео. Видео. Скрытый форум. Новости с Алтая. Новости христианского мира. А нас пишут. Противосектантские материалы. Разбор ответов разных людей. Разные новости. К истинному православию. Открытым оком. Но это все еще мы не прочитали. Вот упустил новости из статьи. Вот это называется. Обсуждение материалов книг. Видите, вот заключенные между ними. Какие? К истинному православию. Это книга моя. Открытым оком. Для слова Божия нет уз. Стихи Игла. Дальше какая? Потеряевка. Лагерстан. Община. Входит деревня Потеряевка. Лагерстан. Община. Вот это нажал. Это тема. Проповеди. Входит блоговестие. Писание. Православные пробудитесь. И пришествие Христа. Семья. Входит бракосочетание. Муж и жена. Дети. Дальше. Плоды от научения и от веры. Плоды от веры в Бога. Плоды неверия в Бога. Видите, какие темы раскрыть? Дальше. Монашество входит. Бесы, чародейство, болезни и исцеление, вера, внутренний мир. Знание Библии необходимо всем. Крещение, молитва, мужество о житиях. О проповеди о святых, о священниках, о семье. Природа, звери, птицы. Рай и чудеса церковные. Дальше еще что? Фору православных праздников. Вход Господень в Иерусалим. Пасха. Другие праздники. Все это, ну все современно. Там если праздники, значит проповеди патриарха Кирилла, священников Московской патриархии, другие, кто как проповедует. И фотографии. Тут тема 1587. Тут-то немного показать, примерно хотя бы. Предложения, пожелания, объявления. И разные. Другие темы. Скрытая корзина. Техническая поддержка. Администрация форума. Сколько здесь написано, нет тем. Посмотри. Тысячи. Всего создано 1599 тем, в которые добавлено 15560 ответов. Зарегистрировано 558 участников. Остальные просто смотрите. Кто зарегистрировался, может писать. Вот по форуму здесь у меня были неприятности. Каждый день роботы около 50 заходило. Но тут очень хорошо разбирается в компьютерах. Парализованный Сергей Козлов. И он помог каким-то образом. И теперь меньше их. Намного меньше стало. Только приходят их где-то. Я ему сердечно благодарен. Говорится, сколько живут, буду благодарить. Он создал темы, смотрел как. Вот надо просто смотреть как. Здоровые, крепкие, ничего не можем делать. Вот я вообще не могу. Человек лежит 13 лет парализованный и все знает. На это надо посмотреть. Ну, теперь мы посмотрели как. Теперь снова поднимаю кверху. Вот вы сошлись. А вот здесь вот под куполом. Новое сообщение. Новое сообщение. А потом здесь вот общий поиск. Вот. На него если нажать, вот справа видно, нет? И на него, и рамочка выйдет, и туда вставляете нужное слово. Даже вот это может не считать. Вот теперь общее новое сообщение. Я нажал, все, первая страница. Сколько у нас страниц здесь уже? 30. 30. В каждой странице 57, 5 и 3, 15. Ну, полторы тысячи получается. И тут первый вопрос какой? Вопросы, Игнатия Тихоновича, на которые ждут ответ. Вопросы собраны. Какая страница? 323. Сколько просмотров? 76 291. Вот и, конечно, у нас немного, это не у Кураева так. Но у нас, как я хотел, форум когда создавали, чтобы никаких споров не было. Мы даем готовый материал, и все. Советы, темы там могут, но споров у нас нет, вообще нет. Если бывает где-то, ну, видишь, куда уже заходит, предупреждение даешь. Он начинает ругаться, материться. Ну, зачем это все? Вот, и бывает за месяц приходят люди, но много или немного, ну, можно посмотреть. Вот я сейчас, допустим, продерну вниз. Вот тут новенькие какие пришли. И вот здесь вот, вчерашний день, сколько у нас было посещения в среднем? 375. А сегодня вот к этому времени на 20 меньше. То есть колеблется 300 с чем-то. Вот так. Ну, а сейчас мы будем смотреть, что у нас за день было. За день. То есть прошедший день. Вот. Это нужно... Вот мы уже сказали, куда переносить теперь. На форум. У кого вопросы, регистрируйтесь и прямо непосредственно мне задавайте. Другим передайте. Ну, и где это? Показали на форуме, по-русски заряжать. Объявление даю новое. Важное объявление. Промощи прошу. Уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик, хотя бы краткое, но точное описание. Что на нем есть для облегчения поиска нужного ответа. Дальше. Отвечаю. Мне с этим не справиться, даже при всем желании. Кое-кто соглашался слушать полностью ролик и мне прислать краткое содержание, которое я выставлю внизу в пояснении. И по нему поисковик приведет в ролик с нужным ответом. Обязательно указать, на какой минуте и о чем. То есть под каждым роликом указать. Но кто будет работать, мне скиньте, чтобы я увижу, кто работает, чтобы двое на одном ролике не были. Но только уж если отработал, то по совести. Вот о чем говорили одно слово там. Вот в это время мы разговаривали там об этом, о Турции. Сказать Турция, мы говорим. Дальше. Тема какая. Говорили о Библии, о рождении свыше. Ну внизу там под роликом. В самом названии никак это нельзя показать. Там определенное число буквы и больше нельзя. Ну краткое. Ну а внизу может более пространно. А поисковик и по нему покажет. Дальше. Прошу всех, кто заходит на наш этот видеоканал «Восвяти Библии открытым оком», помогите это дело исполнить. Возьмите один ролик и до конца прослушайте, сделав оглавление, помечая содержание простыми словами. О Библии, Христе, Святости, Суде Божьем и так далее. И это содержание перешлите мне или в мой мир, на форум или на почту. А я уже помещу это содержание внизу указанного видеоролика. Только делать сие дело ответственно, без ошибок, без пропусков. Я обращаюсь ко всем за помощью. Потому что я просто не могу. Вот сегодня мы встаем сюда в 4.40, а я встал в 3.20. Я пораньше ложу, ложу вчера там минут 10-11 только было. Уже я лег спать пораньше, братья сидят здесь. Ну, вот такое дело. Тут еще кто-то зашел, кажется, нет, глянуть. Ага, это Сергей парализованный. Что он тут написал? Ну-ка. Последнее сообщение. Я написал, сначала прочитать впереди было, что. Ну, вот ваше сообщение. Вот здесь. К вам очень трогательно относится отец Петр Михалев. Примите его общение. Его общение. Так, да, я отвечаю. Ответ. Милости просим. Так и напишите ему, сказав, что разговоры выставляются в интернет. У меня к нему нет никаких претензий или иного подобного. Он отвечает. Благодарю, Игнатий Тихонович, что часто стали поминать свои грехи и каяться публично. Вам это очень к лицу. А фамилию мою можете называть. Я не против. Ну, вот и все. Я называю. Благодарю Сергея. Я ему обязан. Очень и очень и очень. Я показывал, что он только купил. И все. Я с руками и с ногами этого сделать бы не мог. Да благословит его Господь. И это доведет до Царствия Божия. Это сегодня он присылал. Прямо сейчас только начали говорить. Видите, а он в это время... Видите, мы сразу и считаем сходы. Я уже не знаю, может он там говорит слова, которые мне не нравятся. Это не важно. Поэтому, если мы сами себе начинаем отсеивать положительное, отрицательное, то картина это уже не наш образ будет. У меня в книге, для Слова Божия нету, там взято все, как меня когда судили. И какие были на меня показания, самые негодные, самые дикие. Я их все поместил. Когда вернулся, я как был уже реабилитирован, обязан мне дело отдать. И в однодельном кабинете выделили какого-то, может быть, студента юрфака. Он сидел. И я выписывал, выписывал, может быть, неделю-две. И потом все в книгу поместил. И меня упрекают даже близкие люди. Ну зачем? Никто бы это не знал. Тем более, это все в закрытом. Прошло много времени. Нет. Я уважаю своих считателей и слушателей. Поэтому у меня ролики все до одного ставятся без купюр. Вот другие делают, там что-то добавляют. Фотографии мне это очень нравится. Нравится. Ну, я просто не умею. А во-вторых, ну как есть, так и есть. Надо помнить, что перед Богом пишется памятная книга. И там стереть ничего нельзя. Еще, говорит, не родились. В ней уже написаны все дни для меня назначены. 138-й псалом, говорит. Вот и все. И Бога нужно славить за все. Сегодня мы на молитве считали псалом 135-й. Говорится, велика милость его вовек. Милость его вовек. Израиль пришел на землю, убил народы. Вовек милость его. А дал землю никак. Погубили они там 100 тысяч человек. Вовек милость его. Надо научиться за все славить. И применять к себе. Вот у меня что-то отняли. Вовек милость его. Война будет. Россия будет погублена. Разодрана на счастье. Вовек милость его. Израиль пошел в плен. Вовек милость его. Вот это 135-й псалом. Ну а дальше на реках Вавилона сидели мы и плакахом. Абесихом повесили свои гусли, арфы. Не могли. И дальше. Вот вчера Сергей тут написал. Я посмотрел. Оказывается, у меня не все вскрылось. А мне Володя говорит. Он там еще написал что-то. Ну я пересчитаю заново. И благодарю его за это. Что он написал там? Сергей Козлов. Аллилуйя. Аллилуйя. Дальше написано что? А парализованный иконописец. Иконописец. Парализованный. Ни рука, ни нога он пишет. Ну вдумайтесь в это. Чтоб перестали стонать. Болеть не умеем. Умирать не собираемся. А человек лежит и парализован. Еще раз говорю. Это чудо Божие. И поэтому. Даже он, Сергей, совершенно неправильно будет что-то говорить. Моим врагом сделается. На меня это не повлияет. Передо мной он на первой молитве среди болящих. Среди помогавших. Где-то где-то. Да благословит его Господь. Не мне его судить. Я на ногах хожу. Я перевернусь на правый бок, на левый. Он не может перевернуться. Господи, да помоги ему этот крест донести до конца. Но мы ссылаться должны на этих людей, чтобы ободриться духом. Он является примерным для нас, как говорится, путеводным. Дальше. Я на... Вот дальше пишет он. На десятой минуте началось истинное благовестие. Для уличной проповеди Господь сделал Игорю Дубунову голосовые связки лужонами. Благодарю, Игнатий Тихонович, что стали часто, вспоминать свои грехи, кажется, публично. Вам это очень к лицу? Очень к лицу. Грехи, какие я знаю. Я, во-первых, не то, чтобы опубликовать. Я такой хороший, смиренный. Я только с причастием. Я все там исповедовал. Перед людьми я не исповедовал, что мне их не надо исповедовать. Я говорю, с кем встречался, здесь говорил и нечаянно сказал. Где-то и кому-то не понравилось, не понял. За все простите. У нас есть молитва такая. В ведении, неведении. В уме, в помышлении, в воде и в ночи. Когда побуждает по покаянию, я понимаю, не про Сергея говорю. Про Сергея вообще у меня разговора нет. Я не достоин, может быть, и лежать рядом с ним, стоять. А вот те, которые побуждают. Так вы что, не согрешаете? Как согрешаем? Ну, пред Господом. Если человек не грешит, то говорит, что не грешут, то лжут. Но написано, верующий в Сына Божия не грешит. То есть умышленно он не делает греха. У нас у верующих определенная статья. Если мы молимся, постимся, мы настороже, то Господь соблюдает. Бледет, написано, сохраняй чадо свое. Ну, как он говорит? Я на это отвечаю несколько слов. Филиппийцев 1.18. Ну, что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно? Я и тому радуюсь, и буду радоваться. И далее до конца главы. Ну, теперь я потом вернусь к этому. А почему я дальше говорю? Вот. Сейчас мы посмотрим, что дальше пишут. А потом вернусь к этому месту. Юрий Соболев. Сегодня смотрели благодарственное слово Фотия. И независимо друг от друга с женой, я смотрел ролик на работе, жена дома. Возмутились. Как же он никак не поблагодарил Бога, не сказал о Христе, а сказал только теплых слов безбожникам? Как неверующий, только рукам, если что, развести. Ну, это так. А дальше? Мир вам, Игнатий Тихонович. Интересный разбор интервью отца Всеволода Чаплина. Как всегда, понравились ваши уместные примеры и то, как вы их приводите. Ну, вот об этом сказано было. Вот Фотия я взял еще раз, посмотрел, как он поет, выражение лица его, голос, как сидят там в это время, которые комиссии, как они разводят руками. То есть они услаждаются. Он пришел их услаждать. Забавный гуслес. Взял и снова прочитал, я помню чудные мгновения, Пушкина в каждое слово в них и увидел. Что это? Ну, можем мы им и представить, чтобы где-то в Колизее или где-то мы еще были первые христиане, они пели. Слово Колизей, к слову сказать, можно прочитать у Некрасова. А мамбра в курении, где длилась кровь христиан. Надо просто посмотреть. И вот он поет. А зачем он пошел? Не понятно. Тем более монах. И поет чудные мгновения, то есть не может никак опомниться, где он был. Есть такая картинка, ну, открытка такая. Монах сидит над книгами, видимо, задремал. Ну, похоже, католический монах. Православные-то они не такие, они хорошие. А дальше что он видит? Дальше отдаление сад. И он обнимает девица хорошая, он притягивает ее, руками пониже опустил. Ну, прямо замечательная фото. Картинка очень хорошая. Вот это сам он и делает при людях. Притягивает к себе там ее. Ну, зачем идти-то? Выдумано это монашество-то ваше. Его нет монашества. Актеры одни, Игнатий Бринчин, говорят, актер ничего не сделает. И судить тут нечем. Тут все открытым текстом. Дальше. А это я уже потом скажу, что нужно будет прочитать. Для размышления даю. Иоанна 10-12. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец. И бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Это вот акт о каноническом признании. К чему приводит. Волча стада перекинуть. А те, которые были, отошли. Я знаю откуда. Иеремия. Иеремия 1-17. А ты припояшь ресла твои и встань. И скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушиствуй перед ними. Чтобы я не поразил тебя в глазах их. Вот о пророку Иеремии Бог говорит. Во всем угодно. Но если ты хоть где-то промолчиешь против царя. Главное царь был. Не скажешь патриарху, президенту, в ООН, ЕС там. Поражу тебя. Вот начните жить по этим принципам, которые Бог уже выложил до пророка Иеремии. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом. И железным столбом, и медную стеною на всей этой земле. Против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа землистей. Вот назовите сейчас одного человека в России, который вот так вот сейчас поднялся и правду высказал князей его. То есть всем олигархам, всем совету федерации. Против священников, против царей, против народа землистей. Нужны нам это или не нужны? Это все умерло с Иеремией, больше Бог не разговаривает. Но скажу однажды, но дважды я это слышал. Это необходимо. Молите, чтобы Бог дал таких людей. А если он появится, не убивайте. Кого не гнали из пороков отцы ваши? Стефан говорит. Кого? Ни одного нету. Всех. А теперь памятники строите, канонизируете. Это памятники, канонизация. Девятнадцатый стих. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. И во я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. То есть Бог обещает надежду. Ничего они не сделают. Все вместе соберутся, не сделают. В грязь бросят. Он утонул там. Ничего. Найдется Евнух. Подмышки тряпки бросят. Вытащат его. Иерусалим будет разрушен. Фильм Иеремия. Посмотрите. Надо жить этим. Александр Лифанов. В мир вам, Игнатий Тихонович. Получил ваши замечательные книги. Благослови вас Бог. Сразу приступили к изучению Слова Божия по вашим книгам. Благодарю вас и вашу братью. С наступающим Рождеством Христовым. Высылаю вам мини-фотоотчет. Спасти Христос. То есть кто получает книги, должны хотя бы две, три фотографии выслать с книгами. Тут интересно. Которые ко мне недруги. Они это сейчас вылавливают. А где он находится? И сейчас какие книги они делать-то не могут ничего. Ну а могут как бы там спрыснуть свой яд в Скорпионе. А ты что? Да ты такой, да ты. А он говорит, только получил книги и на меня какие-то нападают. Какие-то дудины там, дуревичи. А кто они такие? Да знаете, я говорю, не знаю, кто они такие. Это надо спросить у того, кто внизу с копытами, с рогами. Если они их в работу делают, он их знает-то. Бог их не знает, этих клеветников. Дальше. Следующий пишет. Артем Тубасов. Получил. Спасти Христос. Если останутся книги, то сможем купить полный список в марте. То есть это вчера только я получил, за вчерашний день. Видите, отношения. Я сейчас их покажу, этих людей. И на них сразу мои гонители, догонителями их нельзя назвать, а клеветники. Я их всех называю патриарши Кодла. Кодла. Это другого имени просто нет. Я по словарям поискал. Нет, они группируются. По одному нормально могут говорить. Но двое трое, эта система их пережигает. Система такими их делает безжалостными, жестокими. Я вчера думал об этом, когда Старь Николай отрекался со 2 на 3 марта 1917 года. И он сказал повсюду. Измена, трусость и обман. Вот это печать. Везде измена. Вчера был друг. Говорили вместе, молились, обнимались. И вдруг раз враг. И слушает клеветников. Что это? Измена, дальше трусость. А трусость я знаю. В этой трусости, если верующий, обязательно замешанным будет слово причастие. Не будешь? Причищать не будем. И сгниешь ты здесь. Я знаю их. Причастием играют. Это самая страшная игра. Ты мне не подчиняешься, папу? Мою волю не выполняешь? Манкур там не хочешь быть? Лишу причастия. И под забором сдохнешь. Это их везде. Ну, почти 100% в священнике так действуют и архиереи. У нас приняли крещение летом. И все архиереи одинаково. За рубежом здесь. Отлучись от причастия. Ну, вы не сделали крещение. Был обман. Человек... Вам что? Отлучить. То есть, это проявление этого крещения полного показывает, что вы не крестили человека. А почему они так? А почему дьявол соблазняет, людей губит? Я погиб, и вы. Это синдром падшего демона. Вот когда крещение приняли, их преследует. И кто преследует? Синдром падшего демона. Я погиб, и тебя затащу туда. Дальше. Александр Каверин. Доброго дня вам, Игнатий Тихонович. Уже с полгода смотрю ваше видео на канале и подписан. С радостью посещаю ваш сайт. Здесь столько зарегистрировался, еще не освоился. Узнал, что вы тут тоже есть. Спаси Господи вас. Благое дело делаете. Следующее. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Зовут меня Александр. Я из города Ельца. 28 лет. У меня вопрос о крещении. У вас много ответов есть на форуме и о сайте об этом. Таинстве. И нет никаких сомнений, что оно должно быть только через троекратное полное погружение в воду. Согласно апостольским преданиям и православной церкви. Чему я это пишу? Узнал у родителей, что я сам, будучи обливанцем, а не крещеным в полное погружение, являюсь некрещенным. Крестили во младенчестве. Сам я не помню этого. Но мне рассказала крестная, с кавычка, как происходило таинство. Уверав во Христа, перестал брить лицо. Один раз легло на сердце, и больше не надо никаких рассуждений, бриться или нет. Видите, как хорошо. В храм хожу, но не причащаюсь пока. Может, я неправильно поступаю? Если готовить к крещению, правильно причащаться уже нельзя. Соглашенными выходите. Ни на кого не смотрите. Но другу моему распечатал на 18 страниц апостольские правила и постановления о крещении через полное погружение. Взял с вашего канала на YouTube об истинном крещении видео. Он тоже узнал, что является облитым. Другу чуть более 40 лет. Мысли у нас такие. Взятьте документы и постановления, и сходите к батюшке. Есть храм у нас недалеко от города, в селе Казаки. Там вроде бы крестят в полное погружение младенцев. Исповедаться, покаяться и покреститься погружением в воде. Рассудите по священному писанию. Если батюшка скажет, что это тоже считается крещением, и откажется крестить, нам продолжать искать священника? Да, продолжать искать священника. Продолжать. И когда найдете, ни копейки, чтобы не давали. Нигде. Ну там за свидетельство, если есть, там какие-то, ну, за что-то скажут, свечки. Это само собой. А не давать ему. А если там будете исповедаться, причащаться, обязательно платите ему десятину. А не, значит, если где-то кто-то близко, мы летом у нас седьмого июля крещение, если воскресенье попадает. А если, ну, допустим, седьмое понедельник, то следующее воскресенье, там тринадцатого уже будет. Да. Если батюшка скажет, что это тоже считается крещением, и откажется крестить, нам продолжать искать священника? Искать. Либо переходить к старообрядцам, они так крестят правильно. Но, так как я читаю только синодальный перевод Библии, у нас будут, наверное, противоречия внутри. Ну да. То есть они еще, ну, старообрядцев действительно крестят так, крест от пола и погружения. Как поступить, и какой дальнейший наш шаг? Ну, я сказал, как ищите священника. Если не найдете, близко где-то, у нас издалека приезжали из Германии, отовсюду крещение. С Казахстана, с Грузии, с Краснодарского края. Летом со мной свяжитесь, мы дадим вам, ну, что можно делать. Спасибо, Христос, за любой ваш совет. Под скриптом, на форуме. Да. Зарегистрировался, на хистине мы один, но там не разобрался, как написать вопрос. Разберусь обязательно. Да. Михаил Кальмаев. Миром, Игнатий Тихонович, просмотрел ролик разбора ответов с Чаплином Всеволодом. Странная какая-то парадоксальная картина. Вот три человека. Чиновник в сане священника, Всеволод Чаплин, открыто объявивший себя геем. Мужеложник Антон Красовский, православный миссионер и проповедник Игнатий Тихович. Лапкин. Делает разбор патриарха и положение дел московской патриархии. Ну, вы-то, Чаплин, нам понятно, вы православные. А этот Красовский, задавая такие, в общем-то, правильные вопросы, тем не менее, находится в таком тяжелейшем греховном состоянии. Почему священник ни слова, ни полслова ему не сказал о суде и озере Огненном? Тогда бы они стали над ним посмеиваться и обсуждать. Они гейли, Чаплин, и подсмеиваться не стали бы. А так, в еще большую лужу посадил себя. Ну, во-первых, я этого не знаю. И речь шла не о качестве каких-то о том, что сказал Чаплин о состоянии патриархии, которую маленько приоткрыл. Я об этом только говорю. Я отвечаю. Ответ. Вот по этому греху я не высказываюсь нигде, а только скажу, что судом будет сожжен и на земле, и в гиене. Настолько страшно и противоестественно, что даже и трудно поверить, что этот грех в этих людях. Не знаю. Молчу и ужасаюсь. Владимир Харин, Петрозаводск. Миром, Игнатий. Ролик по теме Чаплина великолепный. Мне думается, реально войдет в историю. Публика в московской патриархии крайне негативная. Развал неизбежен. Прекоммуниста КГБ контролировала. А сейчас демократия сделает свое дело. Храни вас, Христос, с уважением к вашему подвигу, миссионера. Вот Владимир Харин. Владимир Харин, Петрозаводск. Михаил Кальмаев. Видно, что в статью в журнале «Душа» писал человек толерантный, любящий свою каноническую территорию и боящийся обвинений в паразилитизме. То есть это на собрании говорили о чем? Вот в это воскресенье, позавчера. Игорь даже не выдержал такой, в кавычках, наивности автора. Благодарю Игнатию Тихоновичу за прекрасное объяснение сути раскола и Виктора Андреевича за этот заданный вам вопрос. Видите, как. Ну, задаваю, я сижу далеке, он задал, и все. Я не касаюсь вообще. Ну, я гуру, мне зачем зазомбировал, тут все само собой идет. Так легко. Я даже нигде-то не в Потеряевке, нет. Они там знают где-то. Я проехал по всей стране, от Владивостока, всех зазомбировал до Листабона. И вот они сейчас пишут, что значит зомбировка. Надо учиться этому. Ко мне на занятия ходили, говорят, а мы узнали, говорят, что вы много лет учились у знаменитых экстрасенсов и прочее. И что вас, наверное, мусульманцы, так и не ИГИЛ, тогда этого слова не было. ЦРУ. И вы тайный сотрудник КГБ и ЦРУ. Вообще у меня должности много. Так что я врач там и что-то нету. Не просто я отпичник-сторож, это только для прикрытия у меня. Для прикрытия я три грыжи там заработал. Давай. Валентина Сартисон. Мир вам, Игнатий Тихонович. У меня с моей страницы в моем мире почему-то исчезли все ролики с участием Дудина. Как это может быть? Вот вопрос. Я отвечаю. Взлом. Вот. Взлом. Теперь я маленько туда отодвину. Теперь возвращаюсь назад, чтобы показать, как это есть. Дело-то в чем. Валентина Сартисон живет в Германии. А я живу в Барнауле. И я ей сказал взлом. Ложусь спать. Но есть люди, которым не спится. Я только что заменил ролик. Большой. Положено 40. Разрешается 40 знаков разных в пароль сделать. А я всегда 40 ударов без одного сделал на 39, там 38, 36. Где-то вот в этом пределе. Столько разных знаков. Сделал всего только неделю назад. И сегодня ночью, оказывается, я это ответил у меня взлом. Захожу. Ни одного 9 роликов было на моих бесед. С этим Паркована говорит. Их нету. Ночью уже своровали. Я знаю, кто. Я знаю. Называть нельзя. Нельзя. Они уже помирают. У них только два. Гордыня и прелесть. Запомните. У них берданка на два ствола. Гордыня и прелесть. Слово гордыня в новом, знаете, вообще не упоминается. Ее нету. Нету этого слова. Если хотите узнать, что такое гордыня. Они Библию-то в руках, видно, не держали-то. Посмотрите где. Запиши вот здесь вот гордыни. Гордынь. Гордын. Вот так вот достаточно. Сколько раз в Библии встречается? Семь раз показывает. Так. Иов 9.13. Бог не отвратит гнева своего. Перед ним падут поборники гордыни. Поборники гордыни. Ну, непонятно. Какие, кто? Дальше будет, говорит. Псалом 35.12. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не сгонит меня. Самая большая гордыня в священстве. Это все святые отцы, и все об этом говорят. Кто больше всего подвержен. Потому что от гордости гордыни пал сатана. И не ставьте рукоположение рано, чтобы не подвергнуться вместе с сатаною. А так говорит апостол Павел, и Златоус это дело объясняет. Вот они поэтому везде. Гордыня, гордыня, чтобы, ну, вор кричит, держи вора, никто не подумал. Начиная с Папы Патриарха. Какие звания у Папы Римского? Посмотрите. Бог только свят. А земной человек святейшее святейшество. Святейшее святейшество. Больше и гордыни вообще никакой нет. То есть выше Бога запредельной не видать нигде. Само звание обличает. А епископ, ваше преосвященство, дальше высоко преосвященство, там все такие, как он здесь, сиятельство. Завтра в лагерь расстрелян, и никого нет, засияло сиятельство. Вот оно где. Дальше гордыня. Исайя 14.19. Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстылается червь, и черви покров твой. Гордыня твоя шумом отозначает, был ты патриархом, был президентом, сколько шумели, там умирает, заводы гудят, шумом все, сигналы, там поезда ревут, Сталин умирает, Брежнев наконец грохнулся, гроб туда. Вот оно с шумом в преисподнюю, а у меня ничего этого нету, ни шума, ни шума, единственное, что варкование голубые моих. Может быть. Даже кошки у меня не мяукают. Мы так в деревне не держим, правило, чтобы собаки зря не лаяли. Вообще, как будто ни одной собаки нету. Даже коровы и та стараются не мыщать, чтобы слушать, напев пицц, вот что разрешается. Корову накормят, она не будет крещать. Дальше. Порок Иеремия 50.31 Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь, Бог Савуов, ибо пришел день твой, время посещения твоего. Это говорится о вышестоящих, о городе, как Москва, Америка там гордится, что она везде все держит. Гордыня приходит, и нет человека. Нету Саддама Хусейна, и по порядку всех. Один выстрел, и никого больше нету. Нету ни Кеннеди. Щерб подстилается. Гордыня относится не к сторожам, не к плотникам. Я кем работал, я сюда беру. Дальше. Иеремия. Иеремия 50.32 И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его. И зажгу огонь в городах его, и поживет все вокруг него. Речь идет о Вавилоне, ну понятно это. Они понимают, что Вавилон это Москва. Москва должна быть сожжена. Вот гордыня-то где. Здесь, а как тут гордыня-то? Даже гордость, и то трудно это. Порок Иезекииль 16.56 А сестри твои Содоме, и помина не было в устах твоих, во дни гордыни твоей. Ну это говорится там то о Самаре, то об Иерусалиме, то есть речь идет о стороне, которые отступили. А главное это о церкви. О церкви. Сегодня если сказать о католической церкви, о православии вселенском, в том же патриархии. Дальше. Иеремия 36. Так говорит Господь, падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его, и от Мебедова до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. Ну, ясное дело, что речь идет здесь не о почтальонах, речь идет не о сторожах, речь идет вот где гордыня. Это они кричат, чтобы никто не подумал. Самая гордыня там. Здесь какая гордыня? Прелесть. Этого вообще слова даже нет. Это монахи придумали. Прелесть везде, прелесть. И только в отрицательном смысле. Вы житие не считали. Оно там положительно упоминается. Прелестный характер. То есть красивый, хороший, мягкий. А прелесть это значит чем-то это обольщенное, обязательно с сатаной связано. То есть они про сатану знают в тысячу еще раз больше, чем про Бога, про его любовь. Вот я не понравился им. Все теперь везде, ночью не спят, залазят, воруют. Вот я теперь им и говорю. Вот смотри. И этим людям, которые это делают. Матфея 23, 32. Дополняйте же меру отцов ваших. Вот они такие и были. Я-то слишком много испытал от них. Самые поганые, лживые показания на меня на студии делали православные патриархийные священники. Совершенно бредовые слова. И ни одного нигде нету. Ни одного нигде нету. Я не успел выйти из заключения, а их уже ветром сдуло. Господь говорит, и череп под тобой будет постелаться. Я им мешал, нет, а теперь уже ничего не вернешь. А я им простил, все. Они не просили прощения. Дальше. 2 Петра 2, 21. Лучше бы им и не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Я говорю о тех, кто познал, которые были в друзьях у нас близкие, которые столько слышали, читали. А теперь назад повернулись к этим нечестивцам, с ними объединились. И вчера, мы вчера только разговаривали вместе, то и вдруг против поднимаются, что трусость, измена трусость и обман. Это клеймо на русском народе от царя Николая. Измена. Вчера друзья были, все, с патриархией вообще нельзя знать, патриархийная не вызывает доверия во всем мире ни у кого. И зарубежные больше всего их писали об этом. Они, говорят, не держат слово свое, сказали, как будто не говорили, и мы каждый день это убеждаемся. Сидим за столом, два епископа, завтра стою, как будто никогда не было. Ну хотя бы предупредили, что вы изменники, что вы предатели. Ничего нету, как будто ничего нету. Облизнулась, говорит, блудница, потерлась и пошла, как будто ничего нету. Дальше. Но. 22 стих. Но с ними случается поверная пословица. Пиос возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Иезекииль говорит. 18.24. И праведник, если отступит от правды своей, и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, каких грешен, он умрет. Понимаете, что? За какие грехи? Народ не учили, главный грех. Спрятали Библию. Христос, говорит, придет и научит мне всякую правду, что не веруют в меня люди, это неверующие. Придумали каноническая территория. Эти слова все выдуманные, хитрые, страшные. Твоя территория? И все вокруг неверующие. Вот теперь ты покажи, кто ты. Из трех сот, которых мочили голову, только один ходит в церковь. Один. Какой процент? Что-то знает. Иезекииль 3.20 Если праведник отступит от правды своей и поступит без закона, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие и делал он. Я взвышу кровь его от рук твоих. Ну вот, то есть я говорил, я поэтому говорю, я не имею права молчать. Я говорю тем, которые были в друзьях, были близкие, а теперь помогают воровать, залазить. Это взломщики. Ну всем понятно, для чего пароль делается. Ну спроси, я ко всем обращаюсь, знаете мне, хорошо это делает или нет? Это мои ресурсы, мой мир. А священник что гоняется? Хорошие были отношения с ним. Хорошие. И мы беседовали, он не против, все стояло, и вдруг ему кажется, какая-то, в мире говорят, шлия попала, или какая-то оса укусила, он теперь против. Против, и теперь ему надо отмазать, ему там должен дают, или это как правило подкаблучник, там жена его допекла уже подкаблучник стопроцентный-то. Ему надо убрать. А вот у Валентина убрали, это один и то же делает. У него те же ролики, он может, он работает, все, у него ключи подобраны к сейфу, он заходит. Ну как это, одобрительно? Даже ни разу он не попросил, сказал, у меня трудное положение сейчас, и вот за то, что вас гонят, и мне это в вину теперь ставят, видите как, я остаюсь другом, ну пока надо бы прикрыть, чтобы маленько утихло где-то. Тут понятно, у меня есть такие люди, которые так говорят, это нет, это разбойник в рясе. Как патриарх Алексей Второй говорил, бандиты. Вот слово волки встречается в Библии, а волки лютые только один раз, и только к священникам и епископам. Деяние 20 глава, 29 стих. Лютые, то есть бешеные, совершенно. И вот он это делает, уже не один раз убирает. И сразу раз, а я в YouTube пожалуюсь, то есть это сергианство, без власти они не могут. Он не может убрать, а я пожалуюсь к властям идти. Я даже не то что, а вообразить не могу. Вот их надо призывать к покаянию, может быть покаяться. Но сказать, а вы верите в это? Пока живет все возможно, хотя трудно в это поверить. Он должен решиться потерять все, быть выброшенным. А ему волчий билет зубу дадут. Он с первого дня, он рождение свыше не имеет, а вот так к этой системе лжи примкнул, к сталинско-беревской патриархии. Сталин и Берий организовали это, создали это. Ну, покажите. Но так как вы их плоть от плоти, а еще и прикрываетесь, что и Петрахилию, что Бог прощает, поэтому вы злее их. И обходят сушу, море и делают с сынами гиены людей. Сейчас они ищут кто со мной в друзьях. Всякие клеветы непрерывно день и ночь идут. Господи, да не умени им это. Они не знают, что творят. Мне говорят, как вы это все выдерживаете? Ну, Бог, Бог. Ох, конечно, поношение, это страшнее болезни, проказа, Златоуст говорит. Страшнее, как потерять десятерых детей. Страшнее. Он выдержал все, и его, говорит, а друзья начали поносить, он не мог выдержать. Бунт заявил, и его. Дальше. Иоанна 15, 22. Если бы я не пришел и не говорил им, то они имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. То есть это я им сказал, это грех взламывать. Он умеет компьютерить, но умение-то что? Что? Взламывать? Ну, слово взламывать, что квартиры, замок оторвал, зашел, что надо, мои труды. И ты забрал? Как это называется? В мире это называется воровство. Дальше хакер. Фу, отхаркнуться только надо. Иоанна 9, 41. Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. На вас остается. Они думают, что они зрячие, поэтому делают это умышленно, ночью. Ну, умеют это сделать. Ну, взламывают где-то. И что? Ну, ничего. Близко расплата. Она совсем где-то рядом. Добирайте, дополняйте меру. Дополните, и оторвет Господь. Но я только молю, Господи, прости им. Они не знают, что творят. Это несчастные, жалкие, трусливые люди. Всюду, везде, что измена, трусость и обман. Он изменники, трусливые и обманщики. А и обманщики, притом не просто так. Такими они делают всех, кто к ним приходит, с сынами гиены. Любой грех. Накрылый Петрахелию, это фартуком своим. Все прощает. А ну, 40 раз там в неделю, 40 поклонов сделает. А ну, и мясо свиное не ешь неделю. Во время Великого Поста. Ну, тогда и прощен ты иди. То есть, такого развращения умов нет ни у мусульман, ни у кого. Только у православных. Ни у баптистов, ни у кого нет. Любой греха, никакого наказания, петь имени нет. И опять на коне, на белом, опять победитель. Развратители. Лука 12, 47. Раб же тот, который знал о воле Господина своего, и не был готов, и не делал по воле его. Бить будет много. Это Бог обещал бить. За то, что вы воры взламываете, похищаете. Дальше. Матфея 11, 23. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не взвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. А они не боятся этого, потому что они садомиты. Я долго думал, почему они не боятся этого. А они говорят, ну ничего, с нами не будет там однополая. Есть текст меньшинства. Садомиты. Сколько их садомитов-то? Я вообще не верю в этот грех. Ну неужели? То есть у меня не вмещаются. Неужели такой грех есть? Но он есть. Еще. Притча 12.28. На пути правды жизнь. И на стезе ее нет смерти. Делать и по правде. Ну зачем вы взламываете, лезете, клеветы всякие, собираете ролики, составляют. Там такие поносят вроде бы, заниматься совершенно нещим. И они такими не были бы в мире. Ни коммунисты меня не гнали, ни католики, никто. Только в московской патриархии. И притом, ну вызовите на суд. Существует же какой-то церковный суд. Предъявите конкретно, покажите обвинение. Пока вас не разогнали-то еще. Потому что все крах. Уже при дверях они ничего не понимают. Обуянные вот это. Вот у них на высоте вот эта гордыня настоящая. А внизу какая гордыня? Притом хамье стопроцентное. Как эти семинаристов натравлют. Он в три раза моложе меня. У него ни опыта, ничего нет. Ну а ему во время поста я зашел, они жарят рыбу в епархии здесь. Им разрешается это. Солом 124 стих 5. А сокращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мирное израиль. Ну то есть их не исправить. Оставь их ходить, Господи, до конца. Солом 35 4. Слова Устьева, неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтоб делать добро. Я говорю тем, кто взламывает, кто клевещет. Знаете, такие места Писания и есть. Но на суде Божьем я прошу, чтобы вам Бог все простил. Я каждый день. И благодарю Бога. А то надо удостоиться от Бога особой чести, чтобы такие силы сатана на тебе задействовал. А я никто, не имеющий духовного образования, ничего нет. Я профессиональный строитель. Притом на самом низу. Прорабом работал только до армии. А как уверовал, все. И они на меня наваливаются, значит, что-то они видят там другое. Запах смертоносный для них. А для других же выделена жизнь. Солом. 35 стих 5. На ложе своем замышляет беззаконие. Становится на путь недобрый. Не гнушается злом. Евреям 10.26. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертв за грехи. Но некое страшное ожидание суда ярости гне готово пожрать противников. Я специально напоминаю эти места. Они их не считают. Это готово где-то при дверях. Евреям 6.4.6. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших, а опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и гругаются ему. Нет покаяния таким людям. Нету. Потому что он уже слышал, знал. Это страшное состояние. Только ждать, когда же раздерзится бездна перед ними. А помнитесь, может быть, Бог даст покаяние вам. Яков 4.17. Итак, кто разумеет, делает добро и не делает, тому грех. Иоанна 13.17. Если это знаете, блажены вы, когда исполняете. Вот так. Еще. Иоанна 15.22.24. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь они имеют извинения во грехе Своего. И я вам говорю об этом. Это грех. Грех. Грех клеветать. Измена, труса, ся, обман. Обман. Лживыми словами вводят людей в заблуждение. И 1 Петра. 1 Петра 4.15. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Ну, ролики мне принадлежат. Ну, посягающий на чужое. Что тут непонятно-то где. Дальше. Юрий Соболев. В который раз убеждаюсь в удивительном эффекте звучания Слова Божия. Имел сегодня две беседы. Повторяю, он преподает в Красноярском университете, в академии, и ведет курсы катехизаторов при епархии Московского Патриархата. Имел сегодня две беседы. Умные, очень умообразованные люди смолкают и слушают. Даже вроде как повисает молчаливый фон. Все молчит. Только Слово. И до того удивительно. Ведь вроде ты произносишь слова. А все же это не твои слова. Божии. И сектанты спорят обыдных аргументах. А как только слышат Слово Божие, начинают ерзать на стуле и смолкают. Вот так. Вот говорят, почему у вас Игнатий Лапкин, такой успешный миссионер, как Андрей Кураев говорит, потому что я полюбил Слово Божие, мне верено Библию. Вот мои братья, знаете, а каждый день благодарю Господи. Благодарю за день, который дал веру в тебя. Но это было года в три. Страх пред тобой и ожидание суда Божия. И дальше. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию. Когда? 27 сентября 1962 года в 17.00. Я показываю где. Я каждый день благодарю. Они протестанты, сектанты. Они умерли. Михаила Анна, Еремеева. Я каждый день молюсь за них. Господи, сделай им добро и вечности. И дай награду тем, которые трудятся над моей душой, над возрастанием ее. Ну как же еще много стихов из Писания нужно изучить? Как много запомнить? Любите знать Святую Библию. И знать кому и как. И когда сказать, не сказать. То, о чем вы часто повторяете, Игнатий Тихонович, тут такой опыт нужен. Вот такой опыт нужен. У меня 53 года непрерывной учебы, непрерывной практики. Вот и все. И сколько бы они ни делали что-то, а внутри они себя, эти люди, которые сейчас злодействуют, против истины-то, а внутри они все равно понимают на каком-то таком ужасном уровне, что они не правы. И повернуть назад не могут. Сатана захватил уже, петлей тащит в ад. Они не понимают, стоят перед народом, не верят, показывают священники, как они живут, пьяные, давят людей на машинах, с чем занимаются. Это ужас какой-то. Это даже борделем нельзя назвать, что в патриархии сегодня делается. В Барнауле при слабом даже руководстве каждый пятый священник запрещен. Я когда сказал, говорю, у вас пятый, тут каждый четвертый, а может, третий. Данные какие? Понимаю, что только в общении со многими людьми и знании Писания его и можно приобрести опыт. Знание. Но жизнь сразу усложняется, однако становится крайне интересной. И да, как вы и говорите, по-хорошему азартной. Азартной. Как пройти узкими вратами между упертостью православных, невежеством безбожников и заблуждениями сектантов? Только Бог, только Библия, только Святые Отцы, только ваш метод. Да. Мой метод вы будете искать, когда меня не бойцы. Я вам еще обещаю это. Почему? Другого просто нету. Нету. Это любовь. Ну что, нападает, а никакой роли это не играет. Никакой. Бог дал нам удивительную свободу, которой вообще ни у кого может нету. И мы ее воспользуемся по полной программе. Я всегда говорил, золотой век для нас наступил. Дальше. Денис Клоака. Он сам себя знает, что Клоака. В интернете ходит такое сообщение, что старец Паисий-Свят Паисий явился к какому-то старцу в Греции и сказал, что начиная с 28 ноября этого года остается 40 дней до начала войны между Турцией и Россией и призывал всех к покаянию. Россия будет вынуждена газаться в войну с ней, потому что Турция будет проявлять агрессию по отношению к Греции. А Греция, ни для кого не секрет, небоеспособна. Слышал ли об этом Игнатий Тихонович? И если да, то что он думает по этому поводу? А если нет, то пусть выскажет свое мнение. Спасибо. То есть ссылки дают греки на меня. Сегодня утром опять скинули. Это одно и то же. Я этим не интересуюсь. Будет, не будет. Это спасение никакого роли не играет. Где? Какой царь будет? В третьей книге Едры сколько об этом написано? Будет иметь успех при их коварстве? Какие перья вырастают у орла на малое время? Это перышки вырастают. Вообще не интересуюсь, рассуждать не желаю. Дальше. Валентин Денисов. Мишлен, 4 часа назад мощью пришло. А что значит это связанные комментарии? Не знаю. Ну, пишут, что связаны. Я вообще ничего не разбираюсь. Дальше. На 27-й минуте говорится об отсутствии звука в некоторых роликах. Скайп-диалоги, разнесенные по левому и по правому каналам. Сломалась левая колонка. Нет левого собеседника. И наоборот. Проблемы решить просто. Переведите звук в моно и будет вам счастье. Понимаете, не умею это делать. Другим говорю, проверяет колонки, обе работают. Я скажу, что тут помогал Сергей Козлов, потому что я в большем специалисте. Со своими программистами с такими знаниями. Они говорят, все нормально. Не знаю. Почему? Юрий Соболев. Все же, сколько глупостей придумали и пригрели в церкви. На всех их распространим общий принцип истинности. Раз в церкви, значит истинная. Да. Раз в церкви, сказали, все. Это у меня интересно. Я еду и говорю, патриарх проехал по Востоку и говорит, состояние духовное развалено всего Востока. Да вы что? Да у нас монастыри строятся, священник прям встал. Да как вы можете говорить? Такие слова разносите. Я стою молча, там все на видео снимается. Я говорю, так это вот в таком материале, называя страницу, патриарх сказал, Кирилл, патриарх? Ну тогда, наверное, так. Вот и все. Заговорил богатый, Серахов говорит, привознесли до облаков. Заговорил бедный, все. А кто это такой? Вот такая же самая ситуация. Это было уже, это проходило. Вы стеряйтесь в Библии, кто что говорит, со Святой Библией. А к самому истинному, что есть в Церкви, к Слову Божию, а к самому истинному, что есть в Церкви, к Слову Божию, и священству, отношение пренебрежительное. То есть, когда я разговариваю с священником, скажите, что у нас самое ценное? Не, не, не знают, не знают. Я говорю, вы, сделавшись, а не угодно, мы с гарью. У сегтантов этого нету. Это благодать освящающая, епископаты священства. Самое ценное, толкование святых отцов каноны. Библия-то у всех есть. Что вы с этим сделали-то? С вами кто встретил? Ну, интересно, это пишет, даже Степняк Кравчинский писал там, и, кажется, на Ростоне хуя, Куба Колоса, я вспоминаю, где это было написано, что если идет человек по улице, и увидел, священник идет, он старался перейти на другую сторону улицы. Это к несчастью. Это у нас один, он сам преподает, профессор, юриспруденцию, и говорит, я, если вижу милиционера, стараюсь перейти на другую сторону. Вот весь ответ. Спроси. Спроси, а что истинное в церкви? Не скажут. Вот мы полны сети сектантов, ловцов душ. Хотя и им, понятна одна из двух, Святая Библия. А у нас по православным этого нет. Посмотрел только что ожидаемый, так долго православный публикой фильм Иерей Сан с Мамоновым. А Хлобыстили, Ахлобыстиным в ролях. Впечатление мое таково. Как бы сказал Игнатий Тихонович, ни слова по Евангелию. Вот такие мои слова. Антон Маргунов. Но это раньше было сказано. Долго смеялся над обличениями ваших видеороликов. Какие глупцы высмеивают имя человека, который старается вразумить и наставить на путь спасения неверующих. Даже потраченных умом не людей. Не людей. Не людей. Он имеет ввиду. Это вместе, да. То есть потраченных умом, ну слово потраченных, то что непонятно-то. Безумные. Вам похвала, а им осуждение. Игнатий Тихонович, вы молодец. Спаси Господи их души. Так, еще раз говорю, что если я кого-то чем-то обидел, нечаянно сказал где-то простите, в ведении неведении. И поэтому приплясывать не надо, когда я прошу прощения. А, я узнал, ты тоже виновен. Я говорю, а в чем я виновен-то? В чем я прошу прощения? Может быть, нечаянно где-то в ведении неведении? Ну как нет? Ну и вы же говорили, что жене не изменять. А вы тоже просите прощения? Я не прошу в этом, я не изменял. С другим разговариваю. О, вы тоже просите прощения? Значит, воруете? А почему? Ну вот я в магазин зашел, своровал, вот у меня куски сала лежат, а там можно воровать. Так воскресенье-то было. Да я не об этом говорил. У нас другое, тонкое взгляд, мысль. За это мы просим прощения. Может быть, я сказал слова и до конца не объяснил, а человек неправильно понял, и вывод какой будет. Так вот, теперь давай посмотрим, что у нас на форуме. Любовь кулиш. Не было вчера ее? Не было. Давай. Доброго дня, Игнатий. Просмотрела видео о рождении свыше. Сперва смотрела мельком, в скобках, чем-то занималась. Но пояснения толковые ваши приятного меня сесть и слушать ваши проповеди. Все из Святого Писания. И вы даете простое, доступное толкование идущее с самого сердца и зовущее нас познать Святое Слово, так как вы в это уверовали. Конечно, священники так не жуют, и они подолгу пересказали, и конец службе. Запятых нет, поэтому трудно читать. У вас получается простым словом, и есть большое желание вложить нам истину. Божьей помощи и крепости телесные, раба Божья любовь. Ну, хорошо одета, платочек только наденьте, раба Божия. Благодарю за слово доброе. Ну, стараюсь, как могу, а что там будет, как. Я грамоты-то не имею, поэтому у меня нет этой, там начинает стекуляризм разная, да, это у меня нет. Я этих слов даже стараюсь не поминать. Слово проблемы страшно не люблю. Нерешенный вопрос, зачем это нам нужно? Дальше. Наталья Бант. Это не она, это перенесли мне. Это Юлия. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Очень жду от вас ответа. Мне знакомая женщина сказала, что в нашей церкви много чего неправильно. Эта женщина строит свою маленькую церковь рядом с домом. Она уже пожилая и всю пенсию тратит на постройку. Это у греков так. В каждом доме во дворе может быть. Теперь найди только священника, как там Миха, Левит Миха, там в суде книги написано. Меня очень беспокоит один вопрос. Церковь наша не такая, как в апостольские времена. Это невооруженным глазом видно. Я всегда старалась не смотреть, что и как в церкви, не осуждать никого. Ведь я иду в храм не к людям, а к Богу. Но в последнее время не знаю, что делать. Продолжат ли ходить в храм? А ведь другого у нас нет. Не все, кто же идти. В храм и заниматься. Собирайтесь два-три человека. Открывайте, берите толкование блаженного фофилакта. Вот у нас как раз трехтомник есть. И занимайтесь. Батюшку пригласите. А он не будет. Будет против. А вы занимайтесь. И помаленьку начнется и людям подсказывайте. Кто-то на улице будете. Когда люди приходят, немножко о Христе. Напечатайте эти брошюрки маленькие. Возьмите там. Продается же у вас церковные талатки. Церковные берите-то. И делайте в церкви. Никуда не идти. Я баптистом бы был, если бы у них было священство. Я бы дня в православии не был. Да зачем мне это нужно? Называют клака одна. Зачем мне это нужно? Хотя не везде так. Я говорю не о всех. Но это церковь. И поэтому корабль, который захватили пираты я называю. И поэтому я должен работать, трудиться. Они меня будут жирать, убивать. Это патриаршая кодла. Ну, Бог знает сколько. Благодарю его за суды его. За суды. Дальше. Олег Горшков. Он как-то сделал так широко фотографию почему-то. Игнатий Тихонович, храни вас Господь. Ну, и вас тоже Господь. И бороду не брей. Как его звать-то? Олег. Не надо брить бороду. Я не знаю дальше, как вы веруете. Ходите в православную церковь. Ну, не мне это говорить. Но сходите на исповедь. А то понимаете, что я против исповеди. Раб Божий Михаил. Уважаемый Игнатий Тихонович. Ваши видеоролики смотрю с начала 2015 года. Есть много правды в том, о чем вы говорите, поскольку не своим авторитетом аргументируете. А напротив ссылайтесь на Святую Библию и Отцов Церкви. Это приковывает внимание и сильно импонирует. Смущает то обстоятельство, что много нездоровой критики, а порой и откровенного противостояния в адрес других противославных. У нас в РПЦЗ, принадлежать которой исподобилось мне, и патриарх упоминает, и не злословит МП. Понимаете, слово злословит. Какое понятие у людей? То есть правду сказать это злословие. А какое же это злословие? Я-то главное говорю, что не учат народ. У меня главное, о чем я говорю. Не учат народ. Библию спрятали на тысячу лет. Это злословие. У вас там нету... Я знаю, выездил там по Америке, говорил, вы ничем не отличаетесь от патриархии. Ничем. Такие же. Так же неприготовленные люди идут. Ну, пытаются брать десяти, но там как-то по-другому они. Больше ничего нету. Дальше. Игнатий Тихонович, вы только представьте, каким был бы успех в деле благовестия, если объединить усилия. Ну, давайте с кем объединить? Давайте объединим, усилия будем. Ну, и что дальше? Объединим, усилия будем. Слова это, все коммунистические слова. Как объединим-то? В самом простом не так. В самом простейшем не так. Да, объединимся и пойдем морду попубить или что? Помочь сказать и с моей жизнью показать. Научиться жить в бедности. Красиво и интересно. Дальше. Так сказать, заставить работать огромный административный ресурс патриархии с ее финансовыми возможностями и народным авторитетом на духовное благо людей с вашим участием, вместо того, чтобы увязать в разрушительной критике. Как думаете? Ну, какая-то разрушительная критика, это все. Вот Чаплин и сказал, сколько там причиндайлов этих, какие средства тратятся. Ну, давайте, как это? Написать нельзя. Прионет там не примут, там милиция стоит. Ну, давайте. Ну, что это за лодунки? Давайте. Ты в себе это начни делать, а о них начинай молиться. Непоправимо. Они приготовлены. С гордыней их шумом встает преисподний. Все, вопрос снятый. Давайте, ну, давайте. Давайте любить патриарха. Давайте, ну, давайте, давайте. Ну, ты почитай про патриарха-то, что пишется где. Чаплин что говорит, который близко его знает. Ему нужна помощь. Помощь молитвенная. Пример. Дальше. Вот принято говорить о раздробленности других христианской динаминации. Динаминации. Нет динаминации. Конфессии. Есть церковь и ересь. Это все под ересь попадает слово динаминации. При этом, что сделано для единства внутри православия? Да ничего не сделано. Раскольники. Православная патриархия это главный раскольник. Вот теперь подумали с церковью, зарубежно. Раскололи ее на 13 частей. Главный-то раскол где? Который катаконда? Не церковь. Старостильные греки здесь не церковь. Но там же православная церковь уже была. Зарубежно-то. Зачем патриархия теперь лезет на чужую каноническую территорию? Это, понимаете, это синдром Зулусов. Вот у него от него я жену, детей, имущество. Убью его и дом возьму. Это хорошо. А когда это же сделает он, это плохо. Вот так и здесь. Двойной стандарт. Не пойдет. Вы уж простите, Христорадий, если чего лишнего сказать. Все лишнее сказали. Делать надо. Не надо делать такие призывы, какие-то лозунги. Давайте, давайте. Ничего не сделайте. И вы не сделаете. Это невыполнимо. Никто слушать не будет. Они не для того это должность и занимали. Чарль, Чарль, Чаплин, он там 30 лет просидел почти. И что добился-то? Я вижу, жизнь кончается, ничего нигде нету. На определенной должности. В первую очередь сделать даже манкуртом. Ни слова, нигде. Вот посмотрите, вот отвечает тут какой-то священник. Ролик у него 2,5 минуты, 3,5. Больше у него ничего нету. Спрашивает, можно ли работать диджем. Роза вопрос. И вот он начинает наворачивать, говорит, а как цыганам, можно нет подавать милостыню, а я к ним не расскажу. Ну, хоть одно слово из Библии скажите. Посещаемость 150 тысяч на ролике. Почему? Это ваше паство. Слепая и глухая. Она к попам прилипла, не может отодвинуться. Приведите ее к Святой Библии, ко Христу. Да в каждом вопросе ты нашел бы просто бездну милости Божьей. Ничего этого нет. Он стоит, красуется, отвечает. Ну, зайдите, посмотрите, кто отвечает-то? Кто руководит-то? Осипов начинает отвечать больше часа на вопрос. У него есть что сказать. Он приводит святых отцов. Ну, иногда и Священное Писание тоже не все говорит. Я ведь, как принято у вас говорить, и 5% не делаю того, что вами исполняется. Как это у нас говорить? А кто это говорит? Это сказал Максим Степаненко. У нас. Это во-первых, не у нас. А во-вторых, это соответствует, наверное, действительности, если он говорит-то. Дальше. Отвечать прилюдно не обязательно. Вам, бедному, без того, столько критики в свой адрес приходится документировать. Хотя, может, и справедливо в чем-то критика ваш адрес. справедливо, не справедливо Бог будет судить. Написано, не судите, а меня судите со всех сторон. К чему вы призываете? Ну, не судите, отстаньте от меня. Я могу показать веру из дел моих. Яков говорит, покажите из дел ваших. Покажите. Простите еще раз и не забудьте помянуть в молитве раба Божьего Михаила в стесненных обстоятельствах. Дай Бог тебе здоровья и силы и выбросьте из этого. Вот это наш, смотрите, мой мир. Вот как я в шапке сижу. Сюда выходите. Вот сегодня сколько у нас здесь видео? Видео 2150 видеороликов. Сколько фотографий? Фотографии 18 380. Музыки. Музыки 164. Это на мои стихи, песнопения, которые есть. Дальше у нас что есть? Показываю наш православный видеоканал. Посмотрите, как он выглядит. И вот здесь мы их помещаем. Вот до этого было что, 16-й, а сейчас 17-й. Вопросы вот оно где. Сегодня выставил. Утром выставил. Один просмотр. 6 минут назад. Это неправда. Сейчас обновлю, посмотри. 39 уже просмотров. Уже 39 просмотров. А сколько время прошло? Два часа назад. Два часа назад. Значит, люди интересуются. А вот приходит кто-то. Сейчас глянем прям сходу. Горячая. Если я откнул туда, то уже оно не будет. Комментарий к вашему Алан Альтшуллер. То есть старый мошенник. Альтшуллер. А икона по несчитанию идолы. Ну, теперь я должен давнуть, вот сюда она выскочит. Альтшуллер. Старый мошенник. Время. Фамилия-то или придумана, или еще. Альтшуллер, еще он говорит. Он по-немецки. Ну, давай. Ну, по-английски, вот, я понимаю. Так. Послание апостола Иоанна. Святого Иоанна. 5.24. Да. Кто верит в Иисуса, будет пропущен через врата, через смерть в жизнь. Так. Ну, имеет жизнь вечно. Так. Почему православие верит в демонов, верит, что демоны будут судить христиан в высоких домах? Спасибо. Высоких домах? Нет. Хаузы дома, тол, даже не знаю, что за тол. А какие тут, я-то не вижу что-то. Ну, ладно. Thank you. Что он тут говорит? Евангелие от Иоанна. 1 Иоанна. 5. Сколько? 24. Давайте по-русски прочитаем. 1 Иоанна. Покажи, где оно. Разве 1 Иоанна там? Вот это? Да. 5. 24. А тут и 24 нет. Там 1 Иоанна нету. Просто 5.24. Иоанн? Евангелие от Иоанна. 5.24. А Евангелие апостола святого Иоанна. А, Евангелие от Иоанна. Виноват. 5.24? Да. Ну, давай. 5.24. Что тут написано? Истинно. Давай. Давай. Истинно, истинно, говорю вам. Слушающий слово мое и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ну, благодарю, мы так и стараемся, чтобы перейти, вот. Ну, вот кто-то зашел, сейчас мы к нему выйдем. Там в скайпе сообщение есть? По скайпу сообщение, сейчас мы выйдем. По скайпу. На ходу, вот только начали говорить. Уже час, Игорь Михайлович. Где он? На верху вот. Кто он такой? Максим Передний. Что он говорит? Друзья просится. Ну, напиши ему. Зачем? Вопрос. Зачем? Хотите поговорить по скайпу? Запиши. Хотите поговорить по скайпу? Пиши. Это рабы зазомбированные у меня. Бог дает, всю жизнь с рабами живу. Но только служу им всем. Именем своим домом. Проверьте, там пришла, сыну. Ну-ка. Вот мы послали. Так. Ну, все. Теперь надо нам зайти и здесь посмотреть. Мой мир. Еще что есть. Считаем из интернета. Это я выставил ролик. Когда собака была, я ее с дороги убирал. И вот дальше что было? Это видео под названием «Мертвая собака и верность погибшей». Это я назвал так. Появилась в сети пять дней назад. Смотреть его без комка в горле просто невозможно. Ведь видя эти кадры, понимая, что такое настоящая верность. Вот зарядите, мертвая собака верность погибшей. Вы на него выйдете. Там остановили ему машину, я бегу, разговоры какие идут дальше. Снимался ролик на трассе в селе Клочки Ребрихинского района. Видимо, еще летом или осенью. На видео раздирающие душу кадры. Одна умершая собака по автомобильному следу рядом с ней понятно, что ее сбили. Лежит на дороге. А рядом с ней сидит пес и никуда не уходит. Будет осторожить тело своей любимой. А машина объезжает животных, словно понимая всю боль несчастного четвероногого. Дальше я говорю на это. Мы на машине ехали из Павловска и увидели этого пса. Было понятно, что его подруга умерла, а он носом тыкался в нее. С горящей рассказывает Игнатий Лапкин, житель села Потеряевка Мамонтовского района. Ну, я начал ее с дороги убирать и машины стали притормаживать. Неравнодушные спрашивали, что случилось и нужна ли помощь. Кстати, оказалось, что во враге сидели еще две собаки. Видимо, пытались подержать пса. И даже когда тело собаки убрали с дороги, Горемыка лишь отошел к обочине. Но и не подумал куда-то убегать. Так и остался осторожить тело своей любимой. Это мы потом узнали, что эти собаки брошены были. Жили возле села. Иногда местные их подкармливали. Продолжает Игнатий Тихонович. А тут начали дорогу перебегать и, видимо, замешкались. А оно вот как вышло. Ну, видите как, это в 13-м году было. Дальше. Культура, категория опубликована такого-то. И что там было? 2 августа 2019 года. Это из интернета. Известный барнаульский православный проповедник Игнатий Лапкин передал безвозмездно 38 экземпляров книг своего письменного труда «Открытым оком». Игнатий Лапкин ведет занятия по изучению Библии, читает лекции в университетах, школах, воинских частях. В серии своих изысканий автор отвечает на многие вопросы о Боге, о вере, о жизненных ситуациях. Панкрушинский район вошел в число многих районов Алтайского края, которым были переданы труды Игнатия Лапкина. Угловский, Бийский, Волчихинский, Быстроистокский, Табунский, Советский, Куринский, Новогригорьевский, Хабарский и многие другие районы уже получили в дар литературу от Игнатия Лапкина. «Приглашаем читателей посетить центральную районную библиотеку». Ну вот так, то есть подарено было, я посмотрел, более чем в 600 городах. 600. Полный их комплект стоит 750 евро, ну умножьте на 600, а у меня минимальная пенсия. Дальше. Валентина Пивень. Это не православная из Украины, пишет. Удивительная женщина. Есть еще Ирина Менделеева. Ага. Здравствуйте, я посмотрел вашу видеосъемку о Ваше, который решил уйти из общины. Вы абсолютно правы в своих речах, обращенных к Ваше. Ведь человек, избравший Бога, избравший истинный праведный путь и пришедший в общину, не должен потакать своим мирским прихотям, даже если это касается длины бороды. Ну все. Валентина Пивень. Вот это высший класс дал Игнатий Тихонович. Благослови его Господи. Молодежь, прислушайся, чтобы потом не лить горькие слезы и не доставать, укусить логоть. То есть я разговариваю с одним юношей в лагере был, а тут из деревни она девчонка прибегала знакомая. Я показал ему, что такое. Дальше. Ольга. Не надо, не надо, это непонятно. Малыш, это вот, что тут? Кирилл Сахаров. Отец Кирилл Сахаров. К сожалению, в своей жизни я редко встречался на такого в Пистане. Это игумен на Берсеневке, метров 200 от Храма Христа Спасителя, с этой стороны канала. У нас он был с группой, и вот пишет он, пишет в интернете. Один из них, Игнатий Тихонович Лапкин, о котором я писал в первой части своих воспоминаний. Его укор православным в плохом знании Писания, в недостаточной любви к нему, задел меня заживой и подвиг к более пристальному вниманию и изучению Слова Божьего. Он не считает, что я критикую там или поношу какое-то поношение. Вот он какой вывод-то делает-то. Это член Союза Писателей. Удивительный человек. Познакомьтесь пока в Москве, пока он живой. Он на операции был. Кирилл Сахаров, игумен. Московский патриархат. Московский, не единоверческая. Службы все ведет по старообрядческе, по старому обряду. Везде, где бы он ни ездил. И в этом участвует патриарх Кирилл. И все епископы, которые бывают, он ездит по всему миру. Дальше. Почему так важно изучение Ветхого Завета? Потому, в частности, что он в большей степени подвергается нападкам со стороны определенной части наших патриотов, отпадших в язычество. Вот так, ну это о канале говорю, это я уже пишу. Айда, дедушка Игнатий, восхищаюсь вами. Особенно по видео Ольга Шукшина. Ольга Шукшина, это дочь Василия Макаровича. Мы с ней как беседовали, говорили. Она давайте вместе, чтобы это делала. Папа тоже заботился об этом, чтобы люди были нравственные. Ну это все видео выставлено. Спасибо за все видео. С Божьей помощью многие задумаются. И в России нашей больше будет доброты, чистоты, знания Бога и веры. Будьте благословены. С уважением. Интересно, я когда беседовал раньше, первая секретарь райкомов, горкома, крайкома, то есть большие такие люди-то, в КГБ допрашивали. И всегда заканчивалось одним. Ох, Игнатий Тихонович, какую бы вы пользу принести бы могли советской власти? Вот с нами-то были. А вы куда свои силы тратите? То есть тогда они уже определяли, что у них чего-то там не хватает. Я ни разу не сказал, были бы вот здесь коммунисты, какую пользу принесли. А обратиться к Богу тогда польза. И вот православный как? Ну, наработка православных, это черносотенная. Бей жидов, спасай Россию. От этого и куда отгребаться? А ведь было сказано, не мной сказано, там были люди, Милюков, Эспиранский, которые говорили, будет революция, не дай Бог, евреи все потянутся туда. Так что, с евреями не надо воевать? Надо. Но оружие только одно, любовь. Любовь. Вот у меня он приехал, полтора-два-три часа пробыл, еврей, Наум Израилевич Борщуков, город Белисси. Стал православным священником. Поехали, нигде не крестят полное погружение. Я сорвался с места, поехали в Москву и Переделкино. Там храм, кажется, во имя Филиппа, митрополита Колычева. И он теперь священник. Теперь дети у него все верующие, жена верующая. Вот бороться надо, но как? Так, вот следователь КГБ, ну за КГБ тоже надо бороться как? Рассказывал о Боге, обратился сейчас батюшка. Ну пусть через каждого, я не священник, через одного обратится один еврей и станет. Да они жили и в церкви, то же самое. Не так, это неверно, это настоящие священники, ревностные из евреев-то. А с мусульманами надо бороться? Надо. На оружие только одно, любовь. Вот. Понимаете, что у меня другой подход к этому-то. Не Данила Сысоева там разбирать их что-то, а я Коран разбираю в сравнении с Библией. Каждая сура и аят в сравнении с Библией, со святыми отцами. Вот вообще. Дальше. Татьяна Борисова. Огромное спасибо за видео, святейший, в кавычках, патриарх. Куда ты нас ведешь? Как все правильно вы говорите, все по полочкам. Дульчинова Любовь. Недавно была в ваших краях, на родину Шукшина. Два раза за последние два года. Недавно были в Бийске, проезжали Кемерово. Мы путешествовали с мужем и детьми на своей машине. Совсем запамятовало, что вы где-то близко к Барнаулу. Можно было бы заехать и познакомиться. Очень хотела познакомиться с вами мужа. Но даст Бог когда-нибудь еще буду в ваших краях. Друзья у нас в Бийске живут. Здоровья вам и успехов в труде великом. Это огромный вклад. Периодически просматриваю ваше видео и показываю и детям, и мужу. Ну а ты воруешь. Вот прихожу, я опять же говорю, этой патриаршей, как тот свита, кодла там. Ну зачем это делаете? Взламываете. Только бы не пострадал, как вор. Вы воры. Воры, ролики воруете. Не надо этого делать. Просто это нехорошо. Вчера же день отгребаетесь. Да он уже записан у Бога. То что вы боитесь? Хорошие, и кто бы смотрел эти ролики, где с вами было, все говорят, ролики хорошие, полезные. Батюшка улыбается, вопросы спрашивает, просит помолиться. И вдруг все по боку. Трусись, измена, везде. Измена, трусись и обман. Самое, что непохоривое сегодня, это патриаршее священство. Самое-самое, о чем Златоуст говорит. Никого так не боюсь, как епископов. Ну а можно ли исправиться? Можно. Надо работать. Работать. Говорят, вот вас гонят, и вы в патриархию все. 53 года людей всех направляют в патриархию, на храмы-то. Ну и что? Ну я вижу, как только против они делают, но другого у меня выхода нет. Ну не могу их посылать туда, где нет священства. Никак. Я православный. А что они гонят? Вот, это награда будет. Так, что тут еще было? Ирина Галкина. Да куда нас ведет патриарх? Да в пропасть, в никуда. Так, из интернета. Продолжением дела Пивоварова. Стало дело 1986 года против Барнаульца Игнатия Лапкина. На процессе он был осужден, однако вскоре освобожден. Ныне он глава крупного и очень консервативного прихода Русско-Православной Церкви за рубежом Барнаулия. В который в течение десятилетия занимался распространением аудиокассет с записями православных и общехристианских текстов, а также присоединением верующих истинно православной церкви к РПЦ. То есть сразу, вот меня вчера спрашивают, у вас опыт есть? Есть. Сразу 32 человека пришли из катакомбников в моем доме. Ну, Бог это делает. Вот избрал самую немощную бложку такую и делает так. Повел их к священнику, к епископу. У них там уже были монашеские щены. Их все это утвердили. Одна из них, Раиса Шишкина, потом стала Ксенией настоятельницей монастыря. И организации летнего лагеря для детей из православных семей. Идейно он был связан с московской общиной отца Дмитрия Дудко, откуда получал и часть текстов. В то же время он активно сотрудничал и с кругом протеерея Александра Пивоварова. Его судили за это, а потом он погиб в машине, сгорел. Вот удивительный человек, Александр Пивоваров. Кандидат богословских наук. Однако в организационном отношении Игнатий Лапкин действовал самостоятельно. Его клиентами были священники на пространстве от Прибалтики до Красноярска, в том числе в Киеве, для которых он делал тысячи копий лично насчитанных сочинений, около двухсот, в диапазоне от Иоанна Златоуста и собственноручно переработанных протоколов сионских мудрецов до сочинений Александра Соженицына и Александра Шмемана. Олеся Кузьменко. Здравствуйте, Игнатий. Скажите, пожалуйста, крестите ли вы людей в воде с полным погружением? Если да, то можно ли как-то покреститься? Ну, кто желает это, не могут там найти. У нас летом будет опять крещение. И что интересно, все, которые нынче принимали крещение, все до единого, находятся в Московской Патриархии и там и закрепляются. Мы никуда не ведем, не вытаскиваем. Ну, дайте крещение, которое Бог дал-то. Зачем вы отнимаете от них мокрой ладошкой обманываете людей-то? Они в озере крестились. Олеся Кузьменко. Вот, я отвечаю. Ответ. Да, летом после 7 июля. Или 7, если оно попадает на воскресенье. Но только над прошедшими катехизацией. Да. Вопрос. А что такое катехизация? Катехизация греческая поучение, наставление, изучение членам церкви, либо человекам, готовящимся стать членом церкви, основ христианской веры и вероучения церкви. Эти знания могут быть собраны в катехизисы. Огласительные слова, символы веры и прочее. Понятия употребляются в православии, католицизме, лютеранстве. В протестантских конфессиях могут использоваться другие названия, в скобках наставления, в вере и тому подобное. Термину катехизации близко по смыслу понятия оглашения. Однако последнее относится только к готовящимся принять крещение. Олеся Кузьменко. Я сама христианка. Верой в Иисуса Христа как спасителя человечества. Читаю Библию, молюсь, соблюдаю заповеди. В детстве меня крестили православные церкви, но мне хотелось бы креститься с полным погружением в воду. В Барнауле, чтобы покреститься, таким образом надо быть членом церкви. А если я не буду членом какой-либо церкви, то можно мне у вас все равно покреститься. И в любом случае мне надо приходить к катехизации. Если надо, то что для этого нужно и когда ее необходимо пройти? Вот приходите, я показываю, что материалы, все это у нас выставлено. Я просто ссылку сделаю. Да, у нас все это сказано. Дальше Оксана Героненко. Подскажите, пожалуйста, в такой вот ситуации, когда человек тяжело болен, долго мучается и его жизнь висит на волоске, какую молитву и какому святому нужно совершать близким этого несчастного, чтобы Господь дал скорейшее разрешение о такой беде? Я слышала, есть особая молитва, после которой безнадежно больной человек или начнет выздоравливать, или умирает. Я слышала, священники знают такие молитвы. Мне как-то одна подошла и говорит, муж, ну бьет, говорит, ну невозможно, что делать? Ну помолись-то о нем, говорит, прямо жить я нет никакого-то. Ну я еще, я помолился, она приходит, говорит, умер. А пошла своей подруге, сказала, мужик крепкий был и умер. Она пришла, так пришла и говорит, помолитесь о моем, у меня такого-то, я говорю, о чем? Ну вот это помолитесь, я говорю, что духовный киллер вам что ли-то? Это у митрополита киевского ионы было. Как помолиться так, умер человек, они его бояться стали. Дальше, видео. Видео сибирские саванаролы, известный проповедник Игнатий Лапкин, вернувшись в РПЦ МП, приступил к обличению патриарха Кирилла, призываясь закрыть храм Христа Спасителя. Вот что, придумают тоже. Михаил. Ну изменил я-то, больше ничего нет. Ну вот все, сколько времени прошло? Час 23. О, все, благословен Господь. 17 ролик у нас вот сегодняшний день. Ну где можно было еще, можно что-то показать, вот где-то. Ну вот это мы прочитали, а вот это-то мы не посмотрели. Так, а что тут пишут-то? Икона почитания, идолы иконы. А мы читали, читали. А, это читали мы. Ну все, еще что тут? Ну это мой мир, икона почитания. Вот, форум мы нашли как. Ну все понятно, переходить на форум. Ничего нет, не показал я еще наш сайт. Сайт, вот он, смотрите, это наш сайт, сокровище. Как выглядит? Зарядите в Google, в Яндекс, православный библейский сайт, во свете Библии, там Игнатий Лапкин. Все. И вот здесь справа 4124 ответа. О чем спрашивали? Каких из отца? Вот, 55 папок. Вот. РПЦ, русский язык, священство, семья, смерть, спорт, старобрящество, суды, Христос Бог, Царство Небесное, Царь, Церковь, пища, пост, мощи, крещение, канонизация, интернет. Видите, сколько? Это все взято из моих книг 38 томов. Вот здесь только если вы кнете, вот видеоканал на него выйдете. Заткнул на форум. Вот здесь все книги находятся. Ну, то есть, очень удобно. Прошу, о чем вначале говорил. Если кого-то я что-то сказал, задело как-то, не понимаю, простите ради Христа, простите. Простите, я ничего не имею, ну, человек задевает как-то, ну, же в автобусе залазишь и наступишь кому-то на ногу. Бывает такое. Ну, извиняйся, да что из этого получится? Как мужик едет, я должен слово сказать. Ну, и дамочка наступила, а потом увидела, что наступила на ногу-то. Да простите, а ему это так приятно. Какая она? Да вы что? Да у нас, я ухаживаю за быками, бык наступит на ногу, аж и то ничего. Ну, и, а другой военный стоит, а ему там стоит какой-то туркмен или кто наступил на ногу. И он на него смотрит. А тот посмотрел, а не видит, что наступил, на ноге стоит-то еще маленько. А как узнали? В милиции избивали человека. Ну, и когда долго-то уже не могли терпеть-то, прошло там минут пять, он тогда развернулся и военный-то дал. А мужик соскочил с сиденья, ты давай молотить. А тут милиции захватили. За что ты бил? А я думал, что все, наконец-то началось, говорит. И он хотел, во-первых, освобождать от черноты, говорит, Москву надо. Нельзя, у нас все лишних никого в России нет. И евреям, и мусульманам. Всем должно быть в России хорошо. Ну, и, конечно, христианам. И, конечно, и безбожникам. Хотя им хорошего не может быть ничего. Господи, прости, благослови нас. Вот, иди.